новотрудный завод для меня это семья потому что придя сюда молодой девочкой в 2000 году я попала в семью попала к тем людям с которыми работала моя бабушка и сейчас я работаю на том же участке на котором работала моя мама дома мы никогда не забываем о заводе на все мероприятия праздники даже выходные мы обсуждаем проблемы завода радуемся новым свершением история завода учит нас любви к родному краю известно что история новотрубного завода началась с энтузиазма если бы небольшое желание первоуральских трубопрокатчиков трубный гигант построили бы совершенно в другом месте в качестве потенциальных площадок для строительства рассматривали пермь нижний тагил сиров и чузовой но директор старотрубного завода иван семёнович мельников сумел обосновать предпочтительность первоуральского варианта здесь есть кадры а рядом находятся научные центры сверловска сама площадка номер 4 самой природой создана ровная гладкая без больших деревьев поэтому она подходила как нельзя лучше для строительства и размещения большого трубного гиганта транссибирская железная дорога проходится всем рядом эта станция хромпик большой трубный завод был крайне необходим стране и его строительство курировал лично нарком тяжелого машиностроения серго арджиникидзе 4 марта 1931 года вышло постановление высшего совета народного хозяйства под номером 12 утвердить задание на постройку первоуральского новотрубного завода в составе труб прокатного цеха мощностью 50 тысяч тонн бесшовных труб и волочильного цеха мощностью 10 миллионов метров труб тонкостенных связи с особым значением первоуральского завода включить его в число ударных строек союза это конечно был завод гигант по своим размерам он естественно превосходил все существующие работающие завод средства выделялись огромные потому что оборудование закупалось у иностранных фирм за валюту поэтому страна объявляла народную комсомольскую стройку сюда приезжали разные категории работников в основном молодежь и многие не справлялись потому что тяжелые были условия на ударную стройку новотрубного мобилизовали более полутора тысяч комсомольцев которые приезжали отовсюду первые строители жили в засыпных бараках и в тепла условия были походными да и труд в основном ручным гробарка тачка топоры лопаты пилы строительные леса казаноска это все инвентарь рабочего труда вот новотрубный завод современное производство для того времени строили такими улиц утилитарными предметами и орудиями труда строители новотрубного завода в дождь и в снег без техники и практически голыми руками возводили первые цеха память о них бережно хранят не только в музее пнтз в семьях новотрубников рассказы о трудовом подвиге дедов передаются из поколения в поколение как например в семье пильщиковых их дед сергей николаевич пильщиков участвовал в строительстве первого волочильного цеха которому впоследствии присвоили номер три он руководил бригады бетонщиц все котлованы глубиной 5 метров они копали вручную то есть они прежде чем бетонировать хоть и называлась бригада бетонщиков они бы были такими же землекопами начинали ярусную откидку глины выше выше в 3-4 яруса и таким образом получался котлован потом уже заливали фундамент и там действительно уже девушки эти тяжелые тачки тоже никаких миксеров не было приходилось толкать вдвоем одна сзади одна спереди восходнем и бетон вверх вниз возили тачками было конечно очень трудно напряженная работа но что делать и грело то что их внуки и дети будут жить при лучшем времени в бригаде сергея пильщикова работали башкирки и татарки из разных районов урала девушки не знали русского и сергей николаевич учил их языку сам а после рабочей смены читал работницам газеты и тем самым воспитывал коммунистическую сознательность очень скоро интернациональная бригада бетонщиц стала лучшей на заводе и получила почетную грамоту это была первая грамота которую вручили на новотропном за ударный труд дальнейшем сергея пильщикова не раз поощряли за хорошую работу и драповым пальто и даже комплектом иностранных стульев но в заводском музее под стеклом хранится именно та первая грамота а в семье пильщиковых по сей день сыновей называют в честь деда то что я являюсь потомком и назван в честь деда своего сына я тоже назвал в честь его конечно это огромнейшая ответственность нас то есть мы стараемся также как он трудиться без брака выполнять все свои обещания и делать все чтобы наш завод процветал и раздевался дальше самоотверженный труд принес свои результаты к осени 1933 года были построены газогенераторная станция ремонтно-механический цех котельная насосная электроцех больницы и клуб а 13 мая 1934 года были протянуты первые 64 трубы эта дата считается днем рождения новотрубного завода до конца года на пнтз было выпущено 420 тонн бесшовных труб и маленький трубный ручеек постепенно превращался в трубную реку а тем временем завод продолжал строиться и нужно было ускорить строительство трубопрокатного цеха наша бригада копала яму под фундамент стана 220 устанавливала опалубку инструмент был простым кайла и лопата где грунт каменистый там клин с кувалдой но с каким энтузиазмом работали кто копает кто стены кладет кто уже оборудование монтирует на всех участках кипело соревнование стремились опередить друг друга со многих плакатов раздавался клич даешь в то время в стране не выпускали оборудование для трубных заводов покупать его ездили за границу в цехе было установлено самое современное импортное оборудование в закупке оборудования принимал участие начальник цеха номер три александр евгений шестаков он сам лично ездил в берлин в командировку и отсматривал те фирмы которые производят прокатного и прокатное оборудование в 1935 году на новотрубном запустили первый в союзе и шестой в мире речный стан что сбан а уже в 1936 году вступил в строй большой штифель стан 220 по тем временам это было сложнейшее зарубежное оборудование закончили ремонтаж самого крупного на заводе стана 220 пора начинать горячий пуск ох и мороки было две недели пускали что удивляться единственный такой стан в стране оборудование все из-за границы мы прокатчики доморощенные но понемногу освоились стали катать трубы поначалу 6 штук за смену да да за целую смену все шесть труб когда сейчас их пропускают сотнями потом до восьми добрались и пошло дело заиграл новотрубный все больше набирал силу в 1940 году завод произвел 65 тысяч тонн бесшовных труб большинстве своем ответственного назначения автотракторные котельные насосно-компрессорные и крекинговые трубы это было огромным достижением ведь столько труб в 1913 году например производили во всей стране а тут только один новотрубный коллектив завода был на большом подъеме а